Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет начинаем читать книгу Судей Шовтим. Первые две главы, как уже было сказано, являются введением или двумя введениями в эту самую книгу, библейскую книгу, седьмую по порядку. После пяти книжей Моисеева идет книга Иисуса Новина, а седьмая позиция, эту седьмую позицию, занимает книга Шовтим, книга Судей. Начинается она так, по смерти Иисуса. Смертью Иисуса, описанием этой смерти, заканчивается предыдущая книга, книга Иегушуа, книга Иисуса Новина. И вот поэтому, естественно, что книга Судей на этой седьмой позиции продолжает повествование. Но, если мы внимательно вчитаемся в содержание первой главы, мы увидим, что в первой главе повторяется многое, и несколько под иным углом зрения повторяется многое, о чем уже было сказано в книге Иисуса Новина. Книга Иисуса Новина исключительно в позитивном ключе описывает завоевание Ханаана и показывает успех, который имело это завоевание под руководством Иисуса Новина. Да, войны продолжались приблизительно 30 лет, но в результате у читателя книги Иисуса Новина создается впечатление, что весь Ханаан был покорен и завоеван. На самом деле, читая мы в первой главе книги Судей, это было не совсем так. Многие части земли, территории оказались незавоеванными, а может быть даже большая часть. То есть несколько иной взгляд на то, что описывается в книге Иисуса Новина. И суммируется как бы вся история книги Иисуса. «По смерти Иисуса вопрошали сыны Израилевы Господа, говоря, кто из нас прежде пойдет на Хананеев воевать с ними?» Казалось бы, но они же все завоеваны, чего идти против них воевать? То есть мы видим здесь несколько иной взгляд на историю завоевания Ханаана. Конечно, если в книге Иисуса они все уже завоеваны, или почти все, то здесь решают, кто первый пойдет на Хананеев. «И сказал Господь, Иуда пойдет, взойдет точнее, вот я предаю землю в руки его». Имеется в виду колено Иудина, будущее царственное колено в Израиле, большое, многочисленное колено, и иудеи должны первыми собрать народное ополчение и пойти сражаться с Хананеями, очищая землю от Хананеев. Здесь интересна вот эта вот консультация с Господом, вопрошание Бога. Текст умалчивает о том, как это происходило. Что использовалось для определения Божьей воли? Молитва или, может быть, какие-то предметы, элементы, там, урим, тумим, какие-то иные способы узнавания воли Божьей, через священников, без священника. Просто говорится, что сыны Израилева вопрошали Господа. Как, какой способ этого вопрошания был, мы не видим здесь в тексте, нам не разъясняется. Но в других местах священного Писания, в исторических книгах последующих, мы знаем, что эти консультации с Господом могли происходить по-разному, с помощью разных способов. «И сказал Господь, Иуда пойдет, предаю землю в руки его». Иуда же сказал Симеону, но имеется в виду не Иуда, сын Иакова, тот Иуда давно умер в земле египетской, куда переселился, прошли столетия. Имеется в виду колено Иудина, Иуда. «Сказал Симеону, Шимону, брату своему, войди со мною в жребий мой, и будем воевать с Хананеми». Шимон, Симеон, самое южное колено, самое южное у него был надел, согласно распределению, содержащемуся в книге Иисуса. И это колено довольно рано прекратило свое автономное существование. Оно не было таким многочисленным, как колено Иудина, и довольно быстро растворилось в колене Иудином. В монархическую эпоху колено Иудина поглотило в себя колено Симеонова, когда колено Симеонова слилось с Иудиным коленом. Так вот, здесь мы читаем, что иудеи обратились к колену Симеонову. «Войди со мной в жребий мой, и будем воевать с Хананеми. И я войду с тобой в твой жребий». И пошел с ним Симеон. То есть составилось такое народное ополчение из представителей двух колен – Иудина колена и колена Симеонова. Здесь уже не говорится о том, что Симеонова колена по жребию как-то или по какому-то иному способу консультации с Господом стало воевать с Хананеями. Здесь просто иудеи позвали колено Симеонова. «И пошел Иуда и предал Господь хананеев и ферезеев в руки их, и побили они из них в Безеке». Везеке. Десять тысяч человек. Где находится этот Безек или Везек, здесь на дальнем тексте, точно локализовать невозможно. Хананеи и ферезеи, здесь добавлены к хананеям еще и ферезеи, перечисляются как два из семи хананейских народов. Иногда хананеями называются все семь хананейских народов. Гиргисеи, Евусеи, ферезеи и так далее. Иногда хананеи отдельно считаются. То есть иногда хананеи к наани обозначают все семь народов, населявших Ханаан. Иногда как отдельный народ перечисляется. Дальше речь идет о царе, некоем Адони Безеке. Адони, мой господин, Безек. А город называется тоже Безек. Адони Безек. Есть Нур-Султан, и есть город Нур-Султан. А вот здесь город Безек. Батюшку царя зовут Адони Безек, господин мой Безек. Адони Безек побежал, царь этого города, наверное, ферезей. Но они погнались за ним. Кто? Войска, состоящие, народное ополчение, состоящее из представителей колена Иуды и колена Симеонова. Побежали за ним. Кто этот самый Адони Безек? Может быть, так делают такой вывод, к такому выводу приходят некоторые исследователи книги Судей, что речь идет об Адони Цедеке. Адони Цедек, он упоминается в 10 главе предыдущей книги, книге Иисуса Новина, в первых стихах. Когда Адони Цедек, царь Иерусалимский, услышал, что Иисус взял Гай и предал его заклятию, и так далее, начинается история, как этот царь Иерусалимский посылает к другим царям, чтобы объединиться вместе против угрозы со стороны Израиля. Так вот, многие следователи отождествляют этого самого Адони Безека, первой главы книги Судей, с Адони Цедеком, о котором упоминается в 10 главе книги Иисуса. Но там он царь Иерусалимский. А в Иерусалиме мы и здесь будем читать дальше. Это очень интересное такое вот отождествление, потому что, как мы знаем из истории Давида, именно Давид захватил Иерусалимский город Иерусалим. В Иерусалиме были Иусеи. Хананеи и Ферезеи здесь сказано. А во второй книге Циас мы читаем о не о Хананеях и Ферезеях, а о Иусеях. Да, Иусеи это одно из один из народов хананейских, но именно Иусеи. Здесь про Иусеев не говорится. И вот дальше действие происходит в Безеке. В Безеке встретились они с Дани Безеком, сразились с ним и разбили Хананеев и Ферезеев. А Дани Безек побежал, но они погнались за ним, поймали его и отсекли большие пальцы на руках его и на ногах его. Ну, на ногах ладно, а вот на руках большой палец, он самый главный, поэтому он большой. Он самый рабочий палец у нас на руках. На человеческой руке это самый важный палец, потому что если отсечь какой-то другой палец, даже указательный, можно с помощью большого пальца и трех других что-то брать. А вот без большого пальца, четырьмя пальцами, вот так вот, крайне неудобно что-то брать, подцеплять. Вот они отсекли эти самые большие пальцы рук и ног, как здесь говорится. Это было ему возмездие за то, что он поступал так же. И Адони Безек признает, что его постигло это самое возмездие, потому что он сам так же со своими врагами поступал. Он говорит, тогда сказал Адони Безек, семьдесят царей с отсеченными на руках и ногах их большими пальцами собирали под столом моим. Крошки собирали. Как делал я, так и мне воздал Бог и привели его в Иерусалим и он умер там. Вот Иерусалим опять упоминается. Вот может быть поэтому его садонит цедоком. Но, казалось бы, повествование Иисуса Новина здесь другая эпоха, но еще раз повторю, что многое в первой главе книги Судей перекликается с содержанием книги Иисуса Новина. и первая глава книги Судей, она вводная, как и вторая, и, в общем-то, показывается истинное положение дел, суммируется вся как бы эпоха Судей и та эпоха, которая ей предшествует. Потому что дальше мы будем еще читать и во второй главе восьмом стихе о том, что Иисус Новин умер. О том, что Иисус Новин умер, мы узнаем из второй главы книги Судей. Хотя умер он о своего смерти говорил из заключения книги Иисуса Сына Новинова. И воевали сыны Иудины против Иерусалима и взяли его и поразили его мечом и город предали огню. Здесь говорится о взятии Иерусалима. Этот стих не соответствует тому, о чем читаем ниже. В двадцать первом стихе этой же главы. Первая глава книги Судей, двадцать первый стих. Но и Иусеев, которые жили в Иерусалиме, не изгнали сыны Вениаминовы и живут и Иусеи с сынами Вениаминовы в Иерусалиме до сего дня. Также этот восьмой стих входит в противоречие с пятой главой второй книги Царств, где говорится о том, как Давид отважно взял и применив военную хитрость взял город Иерусалим и сделал его столицей. До этого город не принадлежал коленам Израилевым. Там жили, как здесь сказано, и Иусеи. Как сказано в книге Царств. «Потом пошли сыны Иудины воевать с хананеями, которые жили на горах и на полуденной земле и на низменных местах. Горы Нагорье, Ефремова Нагорье, и горы Иудейские, имеется в виду центральная часть Ханаана, южные места, полуденная земля, как здесь сказано в девятом стихе Негев, юг, южная пустыня, пустынная земля, Негев. Это, видимо, те места, которые должны принадлежать, были по жребию как раз Симеону, Шимону. И, как здесь говорится, что они были в коалиции, народное ополчение иудеев и народное ополчение сынов Симеоновых. Потомки Симеона помогли Иуде, Калину Иудину, а эти помогли им в Негеве, в полуденной стороне, в южной части Ханаана. Низменные места здесь упоминаются, имеется в виду Долина Шфила, Филистимская низменность. Эти все места были завоеваны гораздо позже. Гораздо позже. В книге Судей представлена дефтерономическая история. Историография дефтеронамиста, написанная в ключе, в русле идей книги Второзакония, она бросает ретроспективный взгляд на минувшие события и часто эти события описываются в свете более поздних событий. События книги Судей отражаются часто события эпохи царей, не эпохи Судей. Вот в частности то, что касается взятия Иерусалима или покорения городов вот этих низменных, о которых здесь говорится. И дальше мы будем читать в первой главе эти города будут перечисляться. то есть запад центральная часть запад и юг полуденная земля горы полуденная земля низменные места низменные места это запад это побережье моря средиземного Яма Тихон великое море среднее и пошел Иуда на Хананеев которые жили в Хевроне вот горы иудейские Хеврон южный город там потом будет в течение какого-то времени нескольких лет трех лет правит Давид потом он уже сделает своей столицей Иерусалим вот там Хеврон город имя же Хеврону было прежде Кириат Арба Кириат Арба Кириаф Арбы в русском тексте и поразили Шишая Ахимана и Фалмая ну видимо какие-то там князьки царьки правили Хевроном и вот этой округой этого города Кирья Кирья это тоже город вот город это Ир слово Ир переводится как город но более древнее слово Кирья оно тоже означает город Кирья Кирья Арба взяли Хеврон южный город это Иудеи Игуда оттуда пошел он против жителей Давира имя Давиру было прежде Кирья Цефер Кирья Цефер город книги Двир Двир это святилище и сказал Халев вот появляется Халев один из героев и Пятикнижия Моисеева книги чисел один из разведчиков потом один из тех кто перешел таки Иордан и наследовал землю история Халева дочерей его описывается в книге Иисуса Новина вот этот самый Халев старец уже наверное глубокий он сказал кто паразит Кирья Цефер и возьмет его тому отдам Ахсу дочь мою в жену вот эта история очень интересная и мы читаем в этом самом Халеве например в 15 главе книги Иисуса Новина 13 13 стих Ихалеву сыну Ифонину Иисус дал часть среди сынов Иудина как повелел Господь Иисусу Кириаф Арбы отца Инакова иначе Хеврон вот согласно книге Иисуса Новина Иисус Новин еще при жизни отдал Хеврон Халеву а тут вдруг Хеврон оказывается незавоеванным Кириаф Арбы Кириат Арба и его еще только нужно завоевать и вот в награду за это завоевание Халев отдает в жены дочь свою Ахсу Когда надлежала ей Ти Гафаниил научил ее просить у отца ее поле и она сошла с отца Халев сказал и что тебе Ахса сказала дай мне благословение ты дал мне землю полуденную дай мне источники воды и дал ей Халев источники верхние источники нижние без источников южная земля пустынная как ее о том же мы читаем в книге Иисуса Новина и сказал Халев кто паразит Кириаф Сефир и возьмет его тому Адам Ахсу дочь мою в жену и взял его Гафаниил сын Кеназа брата Халев и дал он в жену ему Ах судочь свою вот этот самый Гафаниил Отни Эль его имя звучит так же в книге Иисуса Новина как и имя первого израильского судьи о которой мы будем читать в третьей главе много параллелей дальше опять параллельный текст в книге Иисуса Новина 15 глава с 18 стиха когда надлежало ей идти ее научили просить у отца ее то есть то же самое о чем читаем в первой главе книги судьи вот дальше читаем 16 стиха и сыны Иофоры Кенияни на тесте Моисеева пошли из города Пальм с сынами Иудинами в пустыню Иудину которая на юг от Арада и пришли и поселились среди народа эти близкородственные Мадиамские племена с которыми с вождем которых породнился когда-то Моисей Итро Иофор Мадиамский шейх был тестем как мы знаем Моисеем из этого и в племени была жена Моисеева Цеппора Сеппора вот но потом эти самые Итро Иофор и вот эти самые Мадианитяне отказались вместе с израильтянами идти и вместе с ними жить и вместе с ними селиться в Ханаане ушли обратно на юг к себе на Синайский полуостров здесь почему-то киньяне стали именем одного человека тесте Моисеева хотя тесте Моисеева звали Итро вот здесь синодальный переводчик слово Иофора добавляет по смыслу курсивом на самом деле в тексте Иофора нет сыны 16 стих вот этого киньянина точнее в ней кэни хотэн моше не киньяни а киньи становится именем одного человека именем собственным в тексте это тоже такой курьез необычное что-то и объяснения этому нет тесте Моисеева звали вовсе не киньи а итро иофор поэтому добавляется здесь курсивом обычно город пальм это город Ерихо Ерихон в долине реки Иордан называется городом пальм не только здесь но и в других местах священного писания на юг от Арада Арад это тоже южная сторона южная сторона уже там где уже иудейские гор переходят в иудейскую пустыню Нягев город Арад сегодня существует город с таким названием на том же самом месте на юг от Арада в пустыню Иудину они пошли из города пальм из Ерихона на юг в Арад пустыню Иудину зачем чтобы поселиться пришли и поселились среди народа если в пяти книжах говорится что они не захотели прийти и поселиться не захотели идти вместе с Израилем дальше завоевывать Хананскую землю то здесь говорится что они поселились там может быть они не пошли через Иордан а может быть они как-то почему они тогда оказались в городе Палм тоже непонятно то есть какие-то нестыковки здесь уже с тем о чем говорится у Моисея в пяти книжах книги Иисуса Новина Иуда взял также Газу с пределами ее Аскалон с пределами его и Экрон с пределами его простите я перескочил случайно стих заново и пошел Иуда с Симеоном братом своим и поразили Хананеев живших в Цефафе и предали их заклятию и оттого называется город сей Хорма Хорма переводится заклятие это слово содержится в 17 стихе в 17 стихе да Хорма Шемгаир Хорма Хорма заклятие а слово Хэрем Хэрем то же самое да заклятие означает по законам тогдашним по законам священной войны здесь представляется вот дело которое делают Иисус Симеоном очищение святой земли от Хананеев здесь содержится концепция священной войны поэтому когда война священная война Божья а именно такую войну вел Иисус Новин и такую войну ведут войну ведут иудеи в первой главе книги Судей город предается заклятию что это значит значит истремляется все все дышащее в этом городе люди скотина ничего не остается и не берется военная добыча все уничтожается сжигается истребляется это называется заклятие Хэрем или Хорма и назвали так город странно что они так назвали город видимо город тот который был предан Хэрему они уничтожили а на его месте построили новый город который назвали Хорма какой город Цофав был Цофав стал Хорма иуда взял также газу с пределами ее аскалон с пределами его и экрон с пределами его на самом деле Газу Аза филистимский город южный один из пяти филистимских городов на берегу Средиземного моря а также Ашкелон и Экрон были взяты гораздо позже в монархическую эпоху и с большими большими трудами десятилетия столетия прошли прежде чем вообще Филистим Филистея Филистимская долина низменность точнее была покорена завоеванной иудеями и была ли полностью она покорена и завоевана это тоже большой исторический вопрос ну вот автор книги Судей представляет газу завоеванную что это значит может быть действительно удалось иудеям на какое-то время захватить газу захватить Эшкелон и захватить Экрон три из пяти филистимских городов но дальше в той же самой книге Судей мы читаем что и позднее в книгах ЦАС мы читаем что нет там по-прежнему правят филистимляне у них там цари сидят на престолах они там занимаются почитанием Бога своего догона и так далее в общем оттуда они угрожают Израилю захватывают израильские территории оттуда собирают армии и ведут их против Израиля взял взял но потом видимо потерял так же как и взял такое часто происходит на войне город может переходить из рук в руки такое вполне могло быть и с этими городами хотя это как бы идеальное идеальный взгляд на происходившие тогда события читаем дальше господь был с иудою то есть с иудеями не с тем правотцем иудой одним из 12 патриархов сыновей Якова тот давно умер в Египте а имеется ввиду с коленом иуды с иудеями иудейским коленом и он овладел горою что за гора нагорная местность в предыдущем стихе говорилось о низменности то есть филистимские города которые в низине филистимской здесь говорится о горах господь был с иудой и он овладел горою будущие благословлен богом и наполнен силой колено иудина ополчение колено иудина овладели и нагорной землей нагорной местностью иудейские горы ифремово нагорье видимо подразумеваются здесь но жителей долины не мог прогнать потому что у них были железные колесницы интересно закончился бронзовый век наступает эпоха железа мы будем читать что филистимляне запрещали иметь определенные инструменты орудия железные и сошники там наконечники всякие орудия труда должны были оттачивать ходить израильтяне к филистимлянам находясь под игом филистимлян филистимляне первые овладели технологией выплавки железа раньше чем израильтяне овладели ею их колесницы были железными ну а с медными с медным оружием против железного не не очень-то повоюешь значит у них железные были наверное не только колесницы у филистимлян но и мячи наконечники копий железо гораздо крепче и победоноснее чем медь медь более мягкий материал а вот железо тверже вот здесь интересное такое дается нам историческое указание что почему не могли жители долины потому что кони по горам не скачут нагорной страной овладеть евреям было легче потому что там нет колесниц там на конях не скачут колесницы не используют поэтому там проще в высоких горах а вот в низменности в долине у евреев колесниц железных не было у филистимлян были поэтому этот стих опять же вступает в некоторую конфронтацию с тем о чем сказано было выше что Иуда взял также газу с пределами ее ашкелона и крон с их пределами может быть это вставка я имею ввиду 18 стих более позднего редактора книги судей и отдали халеву Хеврон как говорил Моисей и изгнал он оттуда трех сыновей инаковых инаковые сыны инака легендарные исполины населяли те края они в книге второзакония эти исполины называются то элимами то замзумимами сыны инаковы есть еще рефаимы как мы знаем термин многозначный вот сыны инаковые населяли может быть эти вот три сына инаковы как раз и названы здесь были выше где говорилось о шишае и охимании и фалмае в 10 стихе вот а дальше говорится о неуспехе в 21 стихе но иусеев которые жили в Иерусалиме не изгнали сыны Вениаминовы и живут иусеи с сынами Вениаминовыми в Иерусалиме до сего дня до какого дня видимо до того дня когда появилась первая редакция книги судей вот этот 21 стих вступает в конфронтацию со стихом номер 8 повторю еще раз прочту еще раз и воевали сыны Иудины против Иерусалима и взяли его и поразили его мечом и город придали огню а здесь 21 иусеев которые жили в Иерусалиме не изгнали сына Вениаминовы и живут иусеи сына с нами Вениаминовы в Иерусалиме до сего дня почему-то вместе живут книги царств этого совместного проживания нет может быть опять же отражается более поздняя эпоха и появляются сыны Вениаминовы шла речь об Иуде о Симеоне и вот появляется Вениамин колено Вениаминова очень тесно связано с коленой Иуденым колено Иуды потом это колено Вениаминова с колено Иуденым и с левитами составит Южное Царство Иудейское 22 стих о сыне Иосифа сыны Иосифа это кто? Ефрем и Монасия Эфраем и Менаше два колена а сыны Иосифа пошли также на Вифиль и Господь был с ними Вифиль город Бейтель здесь упомянут который они взяли 22 стих 22 стих город Бейтель позднее там Иераваам первую установит одного из тельцов это такой будет духовный центр северного царства на южной границе почти этого северного царства и вот мы читаем здесь книги судей вспомним книгу Иисуса Новина ничего о взятии Бейтеля в ней не говорится не описывается а вот здесь вспоминается этот самый Бейтель и высматривали сыны Иосифовы Бейтель имя же городу прежде было Луз и увидели стражи человека идущего из города и сказали ему покажи нам вход в город и сделаем с тобою милость он показал нам вход в город и поразили они город мечом а человека сего и все родство его отпустили город был предан заклятию хэрем хорма как город хорма вот этот город также всех истребили а вот этого человека доброго отпустили который показал им вход тайный вход в город перекликается эта история с историей Раав Блудницы которая также приняла Саглидатаев и приняла каких-то людей разведчиков и позднее это послужило к тому что город был взят хотя стены города пали чудесным образом но необходима была это все-таки разведка Саглидатаев их приняла Раав Блудница как мы читаем в книге Иисуса Новина и так была решена судьба города Ирихо здесь вот с городом Луз будущим Байтелем то же самое человек сей пошел в землю Хитеев и построил город и нарек ему имя Луз это имя его до сего дня Хитеи далеко на севере Хецкое царство современная история современная археология очень много могут рассказать нам о славной истории этого царства возможно Хитеи первые начали использовать коней и колесницы в военных действиях кроме того они были знатными металлургами Хитеи город Луз вот город есть Луз а это видимо новый Луз какой-то Города, которые будут завоеваны позднее, гораздо позднее. Из одних городов выгнали жители, одни города завоевали, другие города не завоевали. И получается такая очень мозаичная и даже в чем-то противоречивая картина этого самого завоевания, согласно первой главе книги Судей. И вот греческий перевод, перевод 70 септуагинта, выходит из этой ситуации. Например, тем, что когда говорится «завоевали», вставляют частицу «не». Вот, например, если мы возьмем по греческой версии 18 стих, где говорилось о завоевании газа, шкелона и окрона, то там в греческом переводе мы найдем, что они не взяли газу. В еврейском тексте Иуда взял газу, а в греческом тексте не взял газу, не смог ее взять. Что более логично в контексте всего повествования первой главы. «Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он хананеев данниками, но изгнать не изгнал их». То есть покорить покорили, но изгнать не изгнали. Когда Израиль пришел в силу? Израиль пришел в силу в монархическую эпоху. Здесь, в эпоху судей, израильтяне будут подчиняться хананеям. Очень долго об этом мы будем читать. И в силу еще не придут по-настоящему. И Ефрем, один из сыновей Иосифа, его потомки Ефраем, другой – это Минаше, да? Вот упоминался Минаше, теперь Ефрем. «И Ефрем не изгнал хананеев, живущих в Газере, и жили хананеи среди их в Газере». Вот этот Газер или Гезер, 29 стиха, этот город доминирует над Филистимской долиной, над Филистимской равниной, точнее, равниной Филистимской. «И Завулон не изгнал жителей Китрона и жителей Наглола, и жили хананеи среди их, и платили им дань». То есть, с одной стороны, хананеи являются врагами, поработителями Израиля, с другой стороны, одолевают иногда израильтяне, и хананеи вынуждены платить им дань. Потом одолевают опять хананеи, и израильтяне у них в порабощении вынуждены платить им дань. Археология показывает, что очень долго население ханаана, даже в монархическую эпоху, особенно север, Галилея, было это население смешанным. А в Северной Галилее даже доминировало над еврейским населением население ханаанское, со своей культурой, со своими религиозными представлениями, что было определенной опасностью, конечно, для Израиля. Опасность состояла в синкретизме, смешении веры истиной с ложными хананейскими представлениями. И опасность также многобожией состояла в почитании Валов и Астарт, о чем так ярко и красноречиво говорит нам книга Судей. Но это все продолжалось потом и в монархическую эпоху, на первых этапах. И Асир, колено Ашера, северное колено, не изгнал жителей Акко и жителей Сидона и Ахлава, Акзива, Хилвы, Афека и Рехова. Вот здесь упоминается Акко, территория, северный город Израиля, недалеко от Хайфы, между Хайфой и Нагарьей. Жители Сидона упоминаются, это южно-ливанский город, нынешняя территория Ливана. Акзив упоминается, тоже финикийский город. Вот, Сидон. Сидон никогда евреи так и не взяли. Из Сидона будет филистимская принцесса, женой Ахава, царицей, править будет Израилем. Хотя по распределению колен, в книге Иисуса Новина мы читаем, что Сидон, действительно, вот этот южный Ливан, должен был принадлежать колену Ашера, колену Асирову. Но в реальности этого так и не произошло. Другие упоминаются здесь населенные пункты. Хилва, Афек и Реховва. И жил Асир среди хананеев, жителей земли той, ибо не изгнал их. Здесь уже не хананеи живут среди израильтян, а израильтяне, колен Асирова, живет среди хананеев. То есть население смешанное, и чем дальше на север, тем более смешанным оно было. Говорят, в частности, подтверждают это археологические раскопки. Можно почитать также книгу Финкельштейна и Зильбермана, раскопанная Библия на эту тему. И нефалим не изгнал жителей Бевсамиса, Бетшемеш, дом солнца, известный город. И жителей, центральная часть Ханан, и жителей Бефанафа, и жил среди хананеев, жителей той земли. И жители же Бевсамиса, Бетшемеша, и Бефанафа были его данниками. И стеснили Амарей, сынов Дановых, в горах, ибо не давали им сходить на долину. То, что колену Данова не досталось достаточного пространства, достаточного места, жизненного пространства, в этом говорится и в других местах книги. И, в частности, в конце книги Судьи мы будем читать о том, как они искали себе новые земли. И колено Данова действительно получило два надела. Один на юге, ближе к морю, там, где сейчас Яфа и окрестности. Вот там не очень-то успешно у них дело пошло. И потом на севере, где город Дан, где Иеравам I установит северного тельца. Здесь говорится о горах, о неких горах. Хотя трудно себе представить, чтобы у колена Данова были какие-то горы. Вот, ну, амареи. Амарей – это одно из семи хананейских колен. А также вот эти амареи часто обозначают все семь. Так же, как хананей. Все семь хананейских племен иногда обозначаются названием хананей, иногда амарей. То есть под амареями можно понимать иногда все семь хананейских племен, иногда только племя амареев. Вот эти вот амареи. Амарея – это, между прочим, еще и, говорят историки, до семитское, до хананское население, которые потом смешались с семитами и язык семитский заимствовали. У хананеев, хананея – это семитская, семитохамитская группа. Сменили Амареи сынов Дановых, стеснили Амареи сынов Дановых в горах, ибо не давали им сходить на долину, зажали их в горах. И остались Амареи жить на горе Херес, не путать с Хересом, который в Испании, Херес и Айялоне, и Шалвиме, но рука сынов Иосифовых одолела Амареев, и сделались они данниками. Одолела рука сынов Иосифовых, то есть колено Ефремова и колено Менаше вместе одолели таки. После долгой борьбы одолели, перевес был на стороне израильтян. Пределы Амареев от возвышенности Акравим и Доселы простирались и далее. Вот этот 36 стих многие считают глоссой, то есть позднейшим добавлением, позднейшей вставкой. И возможно речь идет не о Амареях здесь, потому что упоминается Села, Села, вот это вот город с таким названием, это Эдом, это Идумеи. Поэтому предлагается иногда, конъюнктура предлагается заменить Амареев на Идумеев, на Эдомитян. Ну возможно это позднейшая вставка глосса. Так заканчивается первая глава, вводная глава книги Судей. Дальше вторая глава, которая тоже, которую тоже можно считать частью этого большого введения. Запись сделана для библейского портала Экзегет. Продолжение следует...